Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях танцор и видеограф Владислав Кураксин. Здравствуй! Здравствуй! Поздравляю тебя со съемкой фильма. Недавно вышла танцевальная картина о любви, где вместо слов одни движения. Как родилась такая идея и как снимали? Ну, в общем-то, это основной вид нашей деятельности, можно сказать. Мы же танцевальная команда «Конспирация». И до этого мы обычно готовили постановки для сцены. Но хотим выходить за рамки этого. Поэтому в нашем творческом пути было несколько пробных видео разных, они короткие, минуты по две, по три. И всякие разные идеи, которые рождаются, ну, может быть, они не такого большого масштаба, как бы был номер для сцены. Поэтому мы их все равно используем, снимаем видео. И вот таким образом доносим наши мысли до зрителей. Мы хотели снимать тоже, ну, короткое видео из трех историй. Но потом решили, что лучше его расширить до более продолжительного видео такого. И вот сняли фильм, который состоит у нас из четырех частей. Ну, это, по сути, микроновеллы, где у каждой своя драматургия, своя история любви. Вот, как разрабатывали, что легло в основу истории? Это какой-то личный опыт или какая-то классика и навеянная? Катерина Кельганова, сейчас, раньше она Катерина Секач, вот, она придумала это все. У нее в голове была история, вот, именно, чтобы единая была канва о любви, но в разных ее проявлениях. Вот, в первом случае это девушка, которая написала себе идеального героя, вот, с ним какие-то вот действия, которые она описывает. Там в начале видео понятно то, что она пишет. Потом это изображается, то, что она придумала. И в конце она его встречает. И немножечко даже оторопевает, когда его видит. Вот, только что она его придумала, и вот он на самом деле. Вот, во втором случае это девушка, которая ассоциируется со своим идеальным мужчиной, какого-то исполнителя. Она ставит пластинку и начинает кайфовать под ту музыку, которая звучит, и представляет то, что она танцует в этот момент именно с ним. Ну, в третьем случае эта история немножечко не такая, может быть, на первый взгляд радостная, потому что тут история о девушке, которую бросил парень. Она его увидела с другой. Очень это на нее повлияло сильно. Она расстроена, вся в смешанных чувствах. Но в конце она все равно добивается его счастья. Она встречает нового человека, который оказывает ей помощь в эту нелегкую минуту. Вот, собственно, о чем фильм. У вас достаточно сложные акробатические номера, и понятно, что для съемок нужно делать много дублей. Насколько тяжело дался съемочный процесс, и как он проходил? Сколько времени вообще занял? Ну, съемочный процесс обычно занимает не так много времени, потому что перед ним большой длительный процесс репетиций, подготовок, отработки каждого движения. Потом мы это пробуем на местности. Мы приходим на то место, где планируем снимать, там, репетируем, смотрим, как можно позаимодействовать с тем или иным предметом, который находится. Например, третья история, мы ее снимали на почтовой. Мы пришли тоже туда заранее, посмотрели, с какой лавочкой можно повзаимодействовать, чтобы фон был более выгодный, да, на какой лестнице она там будет бегать и все такое. А сам съемочный процесс в районе двух часов, наверное. На одну историю. Да, на одну историю. А в итоге фильм, ну, часть минуты вот на три-две, около того. Отлично. Давай посмотрим как раз фрагмент про улицу почтовую. Да, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Я запомнила тебя смехом после улыбки и ёкающим лесеным цветом кулаком. Я запомнила тебя первым снегом на моих перилах и первым вдвоем легко. Я запомнила тебя губами, бетвями, дрожащими проводами над проспектом. Я запомнила тебя городом, холодом, ветром. Я проникла с тобой, да, ниточек ДНК, а потом ты сказал пока. Не осталось всего-то немного моего навязчивого, вечно смеющегося, вечно думающего, неспящего тепла. Что бы я тебе тут не плела. Да я просто хотела бы высказать, я же в нозы, в стихи не ложится все. А у меня занятие, у меня по-новое, и меня несет. Я здесь просто в бумагу и в слово впечатала тень души. Я ими тебя запомнила, и я имя твое в тишине, в осводу, шепчу таблеточно. Я бы рада в тебя внутри клеточно просочиться. Не в том уроке, за каждым закатом слог прерываюсь. Достаточно лирики, ясно все. Город помнит, холод помнит, снег грызет, помнит небо, дым помнит, чай. А ты просто скучай. В одной из картин ты тоже исполнил главную роль. Да. Насколько сложно было совмещать работу видеооператором и танцором в кадре? Кто тебе помогал? На самом деле очень просто. Мы использовали штатив, ставили камеру сначала в одно место, снимали сцену, потом ее переставляли немножко на другое место, чтобы смена ракурсов была. Снимали с того ракурса, вот так несколько раз, несколько дублей, и в итоге потом я беру, монтирую, и все хорошо получается. Но в одной из частей этого видео нам помогла Катина мама, Наталья Николаевна, которая работает как раз в том ДК, в котором мы снимали в «Подвязи». Вот, и она сняла нам сцену встречи как раз вот героини, которую исполнила Катя, и меня, того, которого она написала и вдруг вот встретила в реальной жизни. Сложно ли далась постановка номера? Достаточно много акроматических трюков, много поддержек всевозможных. Как тебе было с физической точки зрения? С физической точки зрения достаточно, можно сказать, что легко, потому что с Катей мы работаем в паре с самого основания команды. Да, то есть в этом году нам исполнилось уже 4 года, и то есть на протяжении 4 лет она была моей партнершей, поэтому мы очень легко нашли с ней общий язык, контакт, вот, и поэтому прошло все хорошо. Сейчас, конечно, так как команда уже большая, нас более 30 человек в общем, и Кате как хореографу и постановщику лучше, конечно, наблюдать за процессом со стороны, поэтому она сейчас уже старается не танцевать в номерах, только по какой-то необходимости, подменить, либо что-то, вот, и сейчас у меня уже другая партнерша. Были ли какие-то интересные случаи на съемочной площадке, вот, чем она запомнилась для тебя? Например, когда мы снимали историю, которая называется «Музыка», мы планировали, что съемки сверху будут проходить с квадрокоптера. Вот как раз у Артема, который исполнил главную мужскую роль в этой части, у него есть квадрокоптер, мы договорились, что он принесет ее на съемки, но, так как у него четыре, как это называется, вентилятора, они задували свечи, во-первых, которые стояли на сцене в этот момент, и он никак не хотел находиться на одной точке, не мог найти связь с GPS. Поэтому пришлось фотоаппарат, лезть на лестницу, вешать на прожектор, который там на сцене укреплен, вешать на этот прожектор, и вот с фотоаппарата мы снимали кадры сверху. Вот так, например. У вас прям пришлось проявить изобретательность для съемок. Да, без этого никуда. Отлично, давай посмотрим еще один фрагмент из этого фильма. Давай. Здравствуй, привет, тревога-любовь, FM. Музыка, бьется эхом от череп стен. Музыка, рвется, мечется и болит. Музыка, знаешь, я без тебя инвалид. Я без тебя, как груда немого льда. Музыка, рвущая душу и провода. Выпиши, выводи, вынечи мне тоску. Музыка вуду чертит на дугах скул символы. Винами льется, впадая в ночь. Музыка, ты обязана мне помочь. Ломаным ритмом сердце чеканит слог. Музыка, битой собакой, скулит у ног. Сколько осталось, сколько терпеть еще. Музыка лежит нотами в палость щек И модуляции лечит еще чуть-чуть. Я доверяю музыке, как врачу. Я принимаю музыку натощак, как панацею. Самый серьезный драг, Самый искусный способ себя спасти. В полночь рождается хрупкий, хрустальный стих. И если он вырастет, будет тебе четой. Музыка, если звучишь ты за той чертой, Мне ничего не страшно. Но нынче окнусь музыкой. Я без тебя ужасно все боюсь. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В начале фильма у вас есть ростовые портреты. Как родилась идея взаимодействия с ними? Первая часть знакомит нас с героинями. И мы подумали, что это достаточно оригинальным будет способом представления. Вот они, портреты. Причем, если вы внимательно смотрели, то сначала на этих портретах только девушки со своими элементами. Первая с книгой, вторая с пластинкой, третья с трубкой телефона. А в конце, после того, как мы с ними в целом познакомились, они нам станцевали пролог. Они заходят за картины, за которыми они уже стоят со своими молодыми людьми. Достаточно много танцевальных стилей намешано в этой постановке. Что здесь представлено? На чем делали упор? Ну, в основном это contemporary, современная хореография. И мы любим стиль, который называется experimental. Который, в принципе, позволяет все. Совмещать даже несовместимое. Работу с разными предметами. Что помогало настраиваться, поймать ту волну, то настроение, которое хотелось передать зрителям? В фильме использована лирика Юлии Гридасовой. Это поэтесса, которая, ну вот, Катю, можно сказать, и вдохновила. Она одно время слушала ее произведения. Они записаны у нее под инструментальную музыку. Там в основном это фортепиано. И оно, вот это стихотворение, вместе с подложкой музыкальной, оно и настраивало как раз нас на ту нужную волну, которую мы хотели показать. Какие у вас творческие планы? Ждать ли нового видео? Ну, видео, безусловно, можете ждать новых. Их мы снимаем достаточно много. Теперь нам это понравилось. Вот. Скоро выйдет новая из частей Велесовых сказок. Когда мы провели новый набор в команду, мы сняли еще видео. Оно под прозу. Называется «Пазлы». И еще большие планы, да, на будущее. Но пока, я думаю, раскрывать их не стоит. Потому что мы лучше нацелим все свои мысли на то, чтобы их начать реализовывать. Желаю вам успехов в этом. Уверена, что все получится нашим зрителям. Я напомню, что в гостях у нас был Владислав Кораксин, танцор и видеограф. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова